добрый день один из самых часто встречающихся вопросов на нашем сайте который я получаю это вопрос о снах люди часто задают вопросы о том что они видели сон и этот сон их беспокоит поскольку практически всем нужно отвечать один тот же ответ я подумал и решил сделать блог или может быть два блога в которых мы изложим основные моменты снов и будем посылать нашим слушателям зрителям вопрошающим ссылки на этот блог и в основном они смогут получить необходимую им информацию и если уже после этого после просмотра этого блога им нужно будет что-то у нас спросить тогда они уже вооруженным глазом что называется да во все оружие будут задавать нам вопросы на основании той информации а в большинстве случаях они просто получат уже ответ на свой вопрос и так мы решили сделать как бы такой сводный блог о снах и понятно что недельная глава наша связана со снами именно поэтому сейчас самое время поговорить на эту тему и начнем с того момента который обсуждает раши в нашей недельной главе и так йосеф видел сон что ему кланяется солнце луна и 11 звезд это был пророческий вещий сон который говорил о том что йосеф будет царем будет руководителем и его братья и отец ему поклоняться но обращают внимание наши мудрецы ведь рахель которую и символизирует луна на этот момент уже умерла и не могла поклониться своему сыну йосефу и поэтому гемора делает вывод что не бывает снов даже вещах в котором все детали были бы вещами всегда во сне есть солома от колоса что называется да всегда есть отходы остатки которые не осуществляться в будущем это первая идея которая написана в недельной главе и в комментариях мидрашим геморея по поводу этой недельной главы интересное мнение что луна это было не рахель а билла которая вырастила йосеф она была служанкой рахель и она вырастила йосефа вместо матери и именно ее символизировала луна и она умерла действительно тоже до того как евреи еврей как бы семья яков спустились в египет то есть даже если сказать что луна это не рахель а билла то все равно она не поклонилась йосефу потому что на момент когда братья с отцом спустились египет билла уже умерла окей а с поэтому так или иначе одну идею мы можем сказать не бывают полностью вещих снов это первое второе гемора говорит так рафхиз да приводит такую вещь что во первых сон не растолкованный не объясненный оставлены без внимания это как будто письмо которое не раскрыли не прочитали говорит раши и не надо его читать нет смысла заниматься толкованиями снов если его забыли он ушел этот сон очень хорошо не нужно искусственно искать толкование потому что сон не растолкованный уходит в пустоту только толкование придает ему силу это подход второе рожь приводит этот закон рожь кодификатор после крови приводит вроде бы закон не связаны непосредственно с вопросами законов олах аллахот да просто сны это вроде бы какие-то вещи связанные больше с со сказательной частью торы почему рожь приводит это потому что рожь считает объясняет мадан и йомтов его комментатор объясняет рожь считает что не нужно искать комментарии и пояснений толкование на сны потому что наоборот лучше сны забыть еще одна вещь плохой сон это не так плохо что имеется ввиду плохой сон приводит человека к раскаянию к возвращению ко всевышнему если человек обеспокоены волнуется то это причина для того чтобы вернуться ко всевышнему еще один момент который гимра говорит плохой сон уже достаточно того что человек волнуется и беспокоиться по его поводу для того чтобы все то что он видел негативное в этом сне уже осуществилось само волнение уже есть осуществление уже есть выполнение того негатива который он видел во сне и наоборот говорит гимара что если человек видел что-то хорошее во сне и сейчас он этому радуется но осуществляется уже тем что он радуется тому что он видел поэтому получается что сны в любом случае уходят в пустоту ничего в реальной жизни они не делают равьесов говорит что любой сон хорошее настроение которое создано человека человеком человеком после сна себе самому аннулирует результат или этого сна то что он видел гимара говорит что в принципе для тела если человек страдает для тела это хуже чем получить наказание плетью или кнутом страдание от сна потому что он сильно волнуется именно для такого для такой ситуации когда человек действительно страдает есть понятие которым будем говорить во втором блоге от ават хором улучшение сна но в принципе лучше не переживать если вы можете сделать рецепт равьесов а именно продолжать радоваться это сон ни на что не повлияет для чего всевышний сделал в принципе понятия кошмаров и плохих снов для того чтобы люди боялись до трепетали перед всевышним и делали тишу в возвращение ко всевышним еще один момент рамхаль говорит что сны есть результат того что душа общается с верхними мирами душа поднимается в верхние миры но мы видим что несмотря на то что душа получает эту информацию очень часто говорит гимара она эта информация уходит в никуда и основная идея которую мы видим из гимара это то что сны они для того чтобы человек и осет шва сделает раскаяние придет вернется ко всевышнему так это можно делать и без снов получается что единственная вещь который человек может сделать вывод если он видит плохой сон что стоит усилиться в служении всевышнему ну так это мы и так всегда можем делать поэтому не волнуйтесь все ваши сны к лучшему а о том как улучшаются сны мы поговорим на следующем блоге спасибо большое